МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ориентиры для руководства Могилёвщины в развитии региона. Народный обряд зажинки как символ начала массовой жатвы. Строительство первой Могилёвской кольцевой, как в Круглянской деревне хранят память про известного российского киноактера и телеведущего Сергея Бодрова. И громкие имена выставки «Тихая жизнь». Это программа днями. Я Екатерина Городницкая. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует руководство Могилёвской области на более высокий уровень развития региона. Соответствующую задачу он поставил днями, принимая с докладом председателя Могилёвского облсполкома Анатолия Исаченко. В ходе встречи обсуждали работу промышленности и сельского хозяйства, а также противодействие санкциям. Анатолий Исаченко в ходе доклада в частности отметил, что несмотря на усиление санкционного давления, ситуация в области остается стабильной и управляемой. На рынках труда обеспечивается запланированный рост заработной платы. За полугодие область получила 250 миллионов рублей чистой прибыли. Выручка выросла на 15%, снизилось количество убыточных предприятий. Как результат, рост совокупных доходов бюджета за первое полугодие. Это дает возможность области выполнять все запланированные бюджетные обязательства. Я знаю, вот мне доложили, что у вас и по экспорту динамика нормальная, и что приятно слышать, что и по инвестициям вы неплохо выглядите. Но давайте будем откровенно говорить, мы же все считаем к уровню прошлого года. База не очень высокая для этих расчетов. Промышленность и сельское хозяйство сегодня требуют более высоких темпов развития, если могилевчане хотят лучше жить. Иного не дано. Александр Лукашенко подчеркивает, что год в Беларуси хорошо складывается для сельхозкультур. Поэтому с учетом условий мирового продовольственного рынка, уборочный сейчас особый контроль. Считаю, что северу Беларуси в определенном смысле повезло. Во время налива, ну позже сеяли, и как раз налив зерна, произошли вот эти дожди. Ну да, ветерок был, есть полеглости немалые хлебов, зерновых колоссовых. Но у нас же не только зерновые колоссовые, есть же и кукуруза, и свекла, и другие культуры, картофель. И вообще год складывается очень хорошо для сельхозкультур. Там, где не соблюдали технологии, где этого удобрения насыпали бестолку, и развитие культуры получили очень сильное, полеглость очень высокая. Там, где нормально вносили удобрения, уход обеспечили за посевами, там нормальные посевы. Опять все технологии, технологии. Это везде по республике. Но, тем не менее, мы не видим катастрофы. Мы научились и полеглое хлеба убирать. Поэтому качество уборки – важнейший вопрос. Тут надо и по зарплате немножко порегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что полеглое хлеба, если он убирает, так у него и зарплата будет соответствующая. Но подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы будем контролировать, конечно, на местах вас. Но уборка урожая – это ваш хлеб. Вы должны этим заниматься, прежде всего, губернаторы, местные органы власти. Для этого все есть. В этом году подзерновые и зернобобовые культуры в Могилевской области отвели почти 400 тысяч гектаров. Рассчитывают на рекордный урожай – собрать свыше миллиона 300 тысяч тонн зерна. И хлеборобы уже на старте большой работы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как озимый ячмень в этом шкловском хозяйстве начали с 70 центнеров с гектара. Но про урожай сельчане будут говорить, когда он будет уже в закромах. Обряд зажинки на полях около деревни Сесенева дал старт жатвы в шкловском районе. Вместе с комбайнерами на праздник первого снопа пришли их семьи. К примеру, для Алексея Титова это первое уборочное. Мы привыкли, что папа с нами всегда. Сейчас он будет рано. Утром ушел, поздно ночью пришел. До этого работал здесь в хозяйстве только на тракторе. И на кормоуборочном комбайне. Зернового не было. Вот это в этом году решил попробовать первый раз и зерноуборочный комбайн. Все подготавливал сам комбайн к уборке. Ну и вчера первый день. Работали, жали. Как бы все получается. Почихоньку пробуем убирать. Это поле озимого ячменя. Он созрел первым из озимых зерновых. Мы чтим традиции наших предков. И первый сноп, который жинали женщины в процессе данного обряда, хранился в семье как залог богатого урожая, как залог оберег. По традиции первый сноп руководителем хозяйства района. А комбайнером – душистый кровай. Все приложили к этому максимум усилий, средств. И сделали все для того, чтобы вырастить хороший урожай. Но урожай будет действительно хорош только тогда, когда это зерно ляжет за крома. Первый намолот озимого ячменя в сельхозпредприятии «Александрийская» дает более 70 центнеров с гектара. Кстати, из-за климата меняется структура посевов. Поэтому площади под эту культуру будут увеличиваться, как и под кукурузу. Выполним госзаказ, заложим семена. И нам хватит для того, чтобы обеспечить наше животноводство фуражным зерном. Поэтому, еще раз повторяюсь, по нашим расчетам все должно сложиться. Главное сегодня – сработать качественно, сработать дружно, сработать в срок. Уборочная кампания – это своего рода экзамен, отметил Анатолий Исаченко. Тем более в этом году свои особенности жатвы. Особенность этого года заключается в том, что у нас прессовано время. Мы немножко сдвинулись в связи с климатическими условиями практически на две недели. Поэтому нам придется перестраивать свою работу, менять несколько подходов. Но главная задача все равно – убрать вовремя, убрать без потерь. Мы настраиваем руководителей хозяйств, механизаторам ежедневно контролировать качество уборки. И я думаю, это должно дать результат. Сейчас цена зерна – это золото. Наличие зерна демонстрирует результаты труда, обеспечивают финансовые показатели предприятия и заработную плату работников. Теперь главное – качественно убрать урожай. Юго-западный транспортный обход Могилева, который соединит Бобруйскую и Гомельскую трассы, готов на 60%. Масштабная республиканская стройка началась в мае прошлого года. В ближайшие несколько месяцев Могилев станет первым после Минска белорусским городом с кольцевым движением. В планах дорожно-мостовых службы запустить здесь транспорт к 7 ноября. На новой 12-километровой кольцевой три путепровода. Два маленьких через железнодорожные пути и речушку Вильчанка готовы. Сейчас монтируют самый крупный путепровод. Он соединит два берега до Днепра. Мост через Днепр – самая высокая точка объездной. Здесь соединятся два уже готовых направления – от Бобруйска и Гомельской трассы. Длина моста 382 метра. Ширина, как и вся дорога, 14 метров. Предусмотрено двухполосное движение и тротуары для пешеходов. Это в будущем. А сейчас у мостовой службы один из ответственных этапов – надвижка металлических пролетов. Идем в графике по всем видам работы. Немножко нас дала задержка в высокий поводок в этом году, но работа мостовиков налажена круглосуточно, и они график уже практически наверсали. И уверен на 100%, что мы откроем движение 7 ноября. Предполагаемый вес железной основы будущего моста – 2000 тонн. Ее будут удерживать 6 бетонных опор. В целом проект автодороги разработан по всем современным стандартам и рекомендациям. Последние несколько лет в республике поставлена такая задача, чтобы все дороги новые строились в бетонном исполнении. Это связано с использованием наших материалов, которые производятся в республике Беларусь. Это и долговечный, в принципе, и это окупаемость. Если на перспективу, то это окупаемость лучше, чем асфальтобетон. Мостовые службы уже возвели искусственные конструкции через реку Вельчанка и железнодорожные пути. Все металлоконструкции для мостов изготовили в Могилевском районе, на предприятии «Протос». Договор о строительстве объездной подписали в результате второго районного инвестфорума «Могилевский район. Территория возможностей». Тендер на поставку металлоконструкции выиграла компания «Протос». И вот на объект раньше срока поставили более 7,5 тысяч тонн металлоконструкций. Сотрудничество оказалось выгодным всем сторонам. Мы получили такую возможность, с удовольствием ее выполняли. Для нас это вызов. И интерес не только с точки зрения неких финансовых возможностей, а с точки зрения того, что мы здесь живем, здесь живут наши семьи. И они и дальше будут жить. И есть чем предметно гордиться нашей работой. Юго-западный обход Могилева начали строить в мае 2021-го. Проект вошел в госпрограмму «Дороги Беларуси». Важный логистический объект позволит разгрузить областной центр и улучшить условия работы для резидентов свободной экономической зоны Могилев. Юго-западный обход города Могилева обеспечит в первую очередь транспортную связь пассажирского грузового потока левостороннего берега города Могилева, в том числе от свободной экономической зоны, с нашей столицей Республики Беларусь и городом Бобрусском. Работы над юго-западным обходом продолжаются. Реализация проекта рассчитана на три года. Объект полностью планируют сдать в срок в 2023 году. Но уже осенью текущего года намереваются запустить здесь автомобильное движение. 30 – это хорошо, а 31 – еще лучше. Так говорили о нынешнем международном фестивале искусства «Славянский базар» в Витебске. Он стал особенно плодотворным для белорусов. Гран-при в конкурсе молодых исполнителей завоевала уроженка Могилева Анна Трубецкая. Могилевщину на фестивале представляла большая команда, народные мастера, исполнители, танцоры. Всех впечатлило и выступление Оркестра народных инструментов имени Леонида Иванова в тандеме с мировой звездой. Мастером игры на бандонеоне итальянцем Марио Стефано Пьетро Дарки. Об этом проекте, о творческих планах коллектива мы и поговорим сегодня в студии программы «Днями». В гостях художественный руководитель оркестра, главный дирижер Денис Черта. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? И расскажите нам о «Славянском базаре». Строение хорошее впечатление, яркое, интересное. С первых минут мы столкнулись с высокой организацией фестиваля по приезду, не говоря, что накануне все было оговорено, все проговорено, все моменты были предусмотрены. И это очень впечатлило. Большое спасибо организаторам фестиваля за такую встречу, за такой прием. Ну а вообще как вы попали на «Славянский базар»? Прошлым летом мы договаривались с Марио о выступлении на «Золотом шлягере». И у нас уже были все договоренности готовы, но тогда пандемия немножко помешала нашим планам. Ну и мы оставили эти мысли, в будущее отправили их. И вот в какой-то момент директор филармонии Светлана Ефимук пообщалась с директором «Славянского базара» Глебом Лапицким. И как раз так получилось, что они искали оркестр для выступления с Марио Петродарки. Ну вот звезды сошлись, чему я очень-очень рад. Ну а Марио понравилось вообще? Судя по всему, ну у нас это тоже опять же такой момент, что Марио, во-первых, впервые выступал с народным оркестром. И для него это было опасение небольшое, потому что он не знал, чего ожидать. Что и на меня это опасение тоже распространилось. Распространилось, да, повлияло. Но, начиная с первого произведения, я понял, что все будет хорошо. И он это тоже понял, он прям на репетиции было понятно, что он остался доволен. Как вы сами сказали, Марио никогда не играл с оркестром народных инструментов. В основном он выступал либо сольно, либо это симфонические, камерные оркестры, да. Ну вот вообще как произошло? Вот встреча, знакомство, вспомните, да, как это было вообще? Во-первых, репетиция была одна, да, но она была довольно-таки большая. И он объяснил потом, почему, говорит, что настолько хорошо откликался оркестр, настолько хорошо понимал дирижер, что мне хотелось работать. Что вот все мои какие-то пожелания, они тут же улавливались, и тут же звучали так, как он хотел. Да, вот это было очень ценно для меня. Ну вот смотрите, вот, Марио, видно по вам, да, что действительно это тандем, и действительно это ощущение, впечатление. Тут много даже говорить не надо. Наше выступление получилось ярким, интересным, потому что к этому предшествовал большой труд. Я пересмотрел все его выступления. Я там много сидел в нотах, много учил, много занимался. Это оркестр, конечно. То есть надо было адаптировать Марио, да? Все, все, да, он тоже прислал же симфонические партитуры. У нас очень умело и очень удачно, как всегда, Владимир Щерба сделал нам аранжировки для нашего оркестра, которые, опять же, зазвучали по-новому, что Марио тоже отметил, что, говорит, некоторые произведения стали даже лучше звучать, чем в симфоническом. После концерта очень много звонило знакомых, друзей, и об этом просили прямо. Что, говорит, ну, не всем удалось приехать в Витебск, да, и зал филармонии там не такой большой. И, говорит, и попросили о том, чтобы сделали вот ДК области концерт, может, в Минске концерт. Ну, и у нас определенные планы договоренности с Марио есть. Ну, будем ждать всех ваших проектов, потому что это хорошо, когда, ну, это эмоции, это настроение, это вот как язык музыки, который вы дарите магельчанам и гостям. Я бы вот еще хотел один момент сказать об одном. Вот успех этого концерта, он зависел не только от меня, допустим, не только от оркестра, не только от Марио. Я осознаю, что это успех очень большой команды, команды Могилевской филармонии, потому что, ну, многие организационные вопросы, многие какие-то задачи, те же автобусы, те же, там, приезду езд, вовремя покормить оркестр, ну, там, различные вопросы организационные. И я всегда вот благодарен именно, что вокруг хороших творческих проектов объединяется очень хорошая команда. И поэтому, именно благодаря этому наши проекты, мне так кажется, пользуются успехом, потому что все искренне работают и отдают, и служат этому делу. Спасибо вам, что вы пришли. Творческих успехов и удачи. Спасибо. Традиционный день молодежи на Славянском базаре в Витебске в этом году был масштабным, как никогда. Мастер-классы, тематические зоны, концерты и конкурсы. Делегация Могилевщины домой вернулась с впечатлениями и победами на первом конкурсе молодых журналистов «Пресс-код». Конкурс молодых журналистов «Пресс-код» в этом году прошел впервые. Его инициировал Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством информации Республики Беларусь. Из Витебского Могилев приехали четыре диплома, но за каждым скрывается человек. В номинации «Лучший фоторепортаж» в первой возрастной группе, а всего их было две, победила Полина Есипова. Выпускница 34-й Могилевской школы этими днями подала документы в педагогический университет. Планирует стать учителем начальных классов, а пока что проводит лето за любимым хобби. Фотографии, которая и принесла победу на конкурсе. Очень рада результату. Я не ожидала, что будет такой результат. Я чисто хотела посмотреть, получится, не получится. Я бы не расстроилась, если вообще ничего не выиграла. Потолкнул меня на это мой педагог-организатор Андрей Леонидович. Я рассматривала это как что-то новенькое, что-то непонятное, что-то необычное, там, где я не участвовала никогда. Конкурсные работы Полины фиксируют жизнь в школьной команде КВН Gravity Falls. Ее героями часто становятся подружки, и она сама. Фотографировать Полина начала не так давно. Все, наверное, началось почти год назад. Мы как-то поехали играть, и у меня была камера. Я просто решила запечатлеть моменты, которые были. Искренние, настоящие эмоции. Фотографирую я на все. Камера, телефон, вообще без разницы. Фотографии победительницы во второй возрастной группе Мариам Табагари можно встретить на разворотах газеты «Могилевские ведомости» в портале «Могилев Ньюзбай». Работать начала еще студенткой, и уже семь лет радует читателей своими фоторепортажами. А они абсолютно разные. От сельских праздников до важных политических встреч. Даже этими днями Мариам творит. Но нам удалось выйти с ней на связь. На первом курсе я для себя определила, что в принципе фотография меня притягивает больше. Мне нравится рассказывать историю именно изображения. А в репортажной фотографии есть та самая жизнь, которой иногда не хватает в этих постановках, в обычных каких-то снимках. Особенно если репортаж наполнен еще и каким-то социальным смыслом. Диплом есть и у телерадиокомпании «Могилев». В номинации «Лучший видеосюжет о памятных местах Беларуси, знаменитых людях и памятном событии» победила творческая группа программы «Хэштег». Члены жюри высоко оценили выпуск молодежной программы «Хэштег» о студентах-археологах. Год назад наша съемочная группа застала их на раскопках городища в деревне Полящицы Горецкого района. Сюжетная линия затрагивает историю находок, а еще рассказывает об освоении профессии молодыми археологами. А вот к профессиональному становлению молодых журналистов содействовал конкурс «Пресс-код». Участие приняли около трех с половиной сотен молодых белорусов. Победителями стали лишь 13 человек. В Круглянском районе хранят память про Сергея Бодрова, известного российского киноактера, сценариста и телеведущего. Оказывается, в детстве и юности москвич проводил каникулы в гостях у своих родственников в деревне Старая Радча. И этим летом исполняется ровно 25 лет, как он приезжал на Круглянщину со съемочной группой легендарной программы «Взгляд», чтобы снять репортаж про белорусскую деревеньку в глубинке и ее радушных жителей. Теперь же в Старая Радча поставили памятный камень, что здесь был Сергей Бодров. Двор обычного частного дома в Круглом. Семейное чаепитие, все люди за столом – это родственники Сергея Бодрова, его двоюродные тети, троюродные братья и сестры. Собираемся, вспоминаем без повода и по поводу, потому что Сережа – это наша гордость, в то же время наша боль. Сергей Бодров – режиссер, актер и телеведущий. Его помнят по телепередачам «Взгляд» и шоу «Последний герой», а самой известной киноролью стал Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2». Талантливый молодой человек, у которого впереди должен был быть большой жизненный и творческий путь, пропал без вести со съемочной группой нового фильма в 2002 году, когда в Кармадонском ущелье Северной Осетии сошел ледник. Прошло 20 лет, а Бодрова помнит, и круглянские родственники тоже. Гордость, потому что у нас в семье вот такая знаменитость, брат мой, любимый миллионами. А боль, потому что ушел неизвестность, ушел очень рано, и нам всем это очень больно. Эти люди знали Бодрова просто как Сережу, который приезжал к ним в деревню и был своим очень веселым парнем. С ним было интересно, и я постоянно, когда узнавал, что он приехал на деревню на каникулы, я всегда туда тоже врача, и мы вместе тогда там, просто как дети в Голливуде. С московским родственником интересно было и на рыбалку, и в лес, и кататься на конях, сено грести, картошку копать. Но все же он был и особенным. Полосадов, дядя и солнца, да, и вот он так восхищался, вот это вот, что вот можно увидеть контраст, да, вот такой. А мы как-то не замечали, вот я запомнил именно такой момент, что, да, он восхищался вот этим вот, что дождь и солнце. Ну, как-то для нас это было обыденно, да, для него это было просто цуд. Собираются круглянские родственники Бодрова часто, у них очень дружная семья. Даже двоюродная тетя Сергея приезжает из Москвы. Она, как когда-то ее племянник, чувствует себя частью большого рода. Родственные души, наверное, родственные души, добро. В основном все с добром. Только добро. Последний раз врач Сергей Бодров был в 1997 году с коллегами из программы «Взгляд» и снимал репортаж о сельской жизни. Любил деревню нашу, очень любил. Он тогда приехал, как со всей своей группой, и он пришел весь колхоз, весь деревню, всех этих людей, кто на улице был, кто где. И всех заснимал. Привет, Саша. Это моя деревня Радча. Я сюда ездил на лето к бабушке, когда маленький был. Он считал, что единственный рецепт для любого дела – быть искренним. Делай, что любишь, и люби то, что делаешь – это и есть счастье. Так говорил Сергей Бодров. Сегодня старая Радча, куда приезжал Сергей, это агрогородук, совсем недалеко от райцентра. В сельском доме культуры стенды «Вечно молодой» с фотографиями и памятными цитатами Бодрова. А в самом центре деревни – памятный камень, который установили накануне этого года. Сделали это в Круглянском районе на долгую память про хорошего человека, который любил эти места. И родственники рады такой памяти про Сергея. Я хоть родился в Москве, но я деревенский. Это моя деревня, моя родня. Конечно. И все вспоминают, что не было в Бодрове никакого высокомерия. Он был простым и общительным. Сергея Бодрова, наверное, помнит о поколении 80-х-90-х. А большинство жителей нашего района относятся к этому поколению, к которому я тоже отношусь. И тогда, когда он людей называл брат, и тогда, когда вот даже между поколением молодых людей того времени есть такое друг к другу обращение, брат, это говорит о том, что его помнят, его знают. И смотрят с удовольствием мои фильмы, и посещают то место, где установлен ему, конечно же, камень. И помнят, а у нас на Круглянщине помнят его. Все люди, мне кажется. И не важно, что Бодров не родился на Круглянщине. Важно, что пригодился здесь и остался в памяти хорошим человеком. И, как считает местное руководство, ярким примером для нынешней молодежи. И вот на наш взгляд Сергей Бодров является именно такой личностью. Человек, который в свое время стал медийной персоной, популярной телеведущей, режиссер, актер. И вместе с тем простой и доступный человек, который во главу угла ставил личное общение с человеком. Не важно, какой пост он занимает, не важно, чем он занимается. Для него важен был человек. На первом плане у него была семья, патриотизм и самые яркие человеческие ценности. 2022 год исторической памяти. В том числе и памяти про людей. Добрых, талантливых, достойных, умеющих любить жизнь и людей. «Тихая жизнь» – так называется новая Могилевская выставка. На ней можно увидеть произведения знаменитых художников, уроженцев разных мест на территории современной Беларуси. В том числе и Могилевщины. Выставочный зал Музея истории Могилева представляет картины из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка». Эта выставка со дня открытия привлекла большое внимание публике громкими именами, но также и жанрами. Коллекция представлена очень разными художниками, с очень разными судьбами. И волею этих судеб, и волею времени они были раскиданы. Кто во Франции, кто в Советской России, кто-то уехал в Америку, кто-то работал с греческими островами. Но всех их объединяет, как и, собственно говоря, суть корпоративной коллекции. Это поиск авторов, которые были рождены на территории современной Республики Беларусь. Открытие выставки «Тихая жизнь» получилось не тихим, а довольно громким и многолюдным. На него собрались как местные любители живописи, так и гости со столицы из сферы искусства и банковского дела. Новая выставка открылась. И что самое важное, что теперь не надо для того, чтобы увидеть отдельные картины, ехать в столицу или еще в какие-то другие города. А можно у себя здесь, в Могилеве, вместе с семьей, с детьми, внуками, с родителями, прийти, посмотреть, ознакомиться, углубиться в эту красоту, потому что с изображением пейзажей, натюрмортов, все родное, близкое и в то же время оно вот такое от шедевров. В Могилев приехали 38 картин, и имена их авторов теперь известны не только большим любителям искусства, но и широкой публике. Файби Шрага Царфин – художник парижской школы, который родился в Смиловичах под Минском. А в результате долгого пути оказался во Франции. Сегодня его произведения в музеях и в частных коллекциях по всему миру. А те, что в корпоративной коллекции банка, включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Смиловичах родился другой художник парижской школы – Хаим Сутин. И его картины тоже есть на этой выставке. Но жителям Могилевщины, конечно, особенно интересны земляки. К примеру, Абрам Маневич, который в 1881 году родился в Стеславле. Удивительной судьбой человек. В общем-то, он был рожден в такой небогатой еврейской семье, в маленьком городке. На тот момент одноэтажный абсолютно город был. И приехав уже в Петербург, поступив в академию, он преображается в одного из самых тонких таких эстетских художников своего времени. Это элитарное искусство, которое можно увидеть прямо в Могилеве, попав на выставку за символические деньги. Я думаю, это добрый подарунок нашему Могилеву у летних подшинок. Просто, когда будете ходить по городу, заветайте до нас и отнимайте осаводу. Тихая жизнь с пейзажами и натюрмортами знаменитых художников-уроженцев Беларуси доступна в Могилеве до 28 августа. И напоследок о важной для абитуриента в неделе. До 24 июля в большинстве государственных вузов срок подачи документов на обучение на бюджете. В нынешнем году в вузы Беларуси планируют принять более 53 тысяч человек. Почти половина из них на бюджет. Конкурс на факультетах разный, но часто пользуются повышенной популярностью новой специальности. Волнение в эти дни присутствует даже у тех, кто уверен в своих силах и выбранной специальности. Переживают, конечно, и родители, ведь от удачи в профессии зависит будущее их ребенка. Так что ставьте перед собой точные задачи, чтобы уверенно двигаться к цели. Берегите себя. Это программа «Днями». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова